Жителей и представителей коренных малочисленных народов Севера пригласили в администрацию городского округа на совещание по вопросам рыболовства. Сейчас, в зимний период, идет вылов наваги и корюшки. Встреча проходила в виде семинара по инициативе пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области. В актовом зале собрались заинтересованные жители округа, глава муниципального образования, сотрудники регионального погрануправления, представители Сахалино-Курильского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, а также сотрудники отдела госконтроля надзора и охраны водно-биологических ресурсов среды их обитания и специалисты муниципального образования. Хотим, чтобы перед каждой значимой сезонной пути нам встречаться в таком формате и обсуждать проблемные вопросы, чтобы они уже не возникали в ходе промысловой деятельности, а нам взять на заметку, что мы не можем решить здесь, а, соответственно, вам довести какие-то нововведения, изменения правил рыболовства, и на что лучше обратить внимание, чтобы нам не создавать проблем друг другу в ходе уже промысловой деятельности. На совещании рыбопромышленникам и жителям города озвучили требования правил рыболовства, обсудили проблемные вопросы по организации и контролю промысловодно-биологических ресурсов хозяйствующими субъектами, местными жителями и представителями коренных малочисленных народов Севера. Кроме того, были озвучены наиболее частые правонарушения, возможные причины и последствия. Обсудили объемы добычи рыбы, передоверие исключительных прав пользования объектами животного мира коренными малочисленными народами Севера. Ведь нередко этим правом пользуются люди, которые никакого отношения к народам не имеют, а вылавливают рыбу по нормам КМНС в целях наживы. Есть жизненные ситуации, когда смешанные браки, когда неправоспособное население, то есть дети, бабушки, дедушки, которые физически сами не могут выйти и реализовать свое право пользования объектами животного мира. Я как и летом, так и сейчас вам скажу, что в каждой ситуации необходимо подходить объективно и рассматривать ее не с позиции четкого толкования строгого нормы права, а разбираться в каждой ситуации, потому что жизнь, она двигается, и под каждую жизненную ситуацию нельзя переписать нормативно-правовую базу. Что касается смешанных браков, ну, лето прошло, я не знаю ни одного случая, когда бы за реализацию приоритетного права супругом или супругой мы наказали кого-либо. В каждой ситуации, как я и говорил, подходили индивидуально. В ходе встречи присутствующие задавали накопившиеся вопросы, уточняли права на вылов водно-биологических ресурсов. Семинар прошел продуктивно.